Увага улады повинна быть равнаценной, як до великих городов и областных центров, так и до агрогородков и вёсок. Треба ведать проблемы и запыты насильництва, как втримать руку на пульсе. Такой думкой поделился Юрий Караю, помощник президента, инспектор по Грузинской области, наведывающий и в Юский район. Программа визиты у район была побудована с некоторых пунктов. Это знакомство с коллективом мясового предприемства «Техмаш» в творчестве сельско-господарской техники «Приём громадян». Те, кто живёт, работает, трудятся. Вот самый, так сказать, рабочий класс, да, трудящиеся. Те, кто и даёт стране жизнь. Поэтому вот узнать их вопросы, их настроение, их задачи, вот такая цель этого и подобных посещений. Здесь очень такое неплохое предприятие, хороший такой завод, востребованная продукция. Это основной рынок сбыта России, но они и занимаются диверсификацией, то есть стараются в несколько направлений смотреть и Европу, и даже вот уже Узбекистан. Продукция пользуется большим спросом. У них заказы такие, что они уже не справляются, вынуждены на увеличенный рабочий день пойти, за лишние часы доплачивают, как положено по законодательству. Но это вот радует. Такие вы снова помощник президента склаву после подробязного знаёмства с линиями сельско-господаршего машинобудования и гутарки с коллективом. Вытворчая плясовка местится непосредственно у Ильи и Агрогородку Геранёны. Агольный штат 300 працовных. Это не только мясовые, але и жигары лиды. У гутарцы с людьми Юры Акараева цикавили працовные будни, дзейность профсоюза, отпочинок детей, стан дорог, якось пятной воды. После был проведен приём грамадян. Помощнику президента были задательные пытания об оказании допомоги у отрывания аппарата УКТН для Ильиевской больницы, организации вольного часа, будовництва физкультурно-оздоровленного комплекса. У меня было два вопроса. Один из них касался по поводу физкультурно-оздоровительного комплекса у нас в нашем городе, так как это очень интересует наших горожан. У нас много многодетных семей. Я задавала вопрос, когда приступят к строительству этого комплекса. Получила ответ, что в 2022-2023 году приступят к строительству этого самого комплекса. Очень надеемся и ждём. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...